Всем привет! Меня зовут Оля Ермилова. И сегодня хочется поговорить о себе в рамках супер-женщины. Но так получилось, что когда я снялась в шоу «Супер-женщина», теперь это слово стало каким-то нарицательным и ассоциируется только с шоу. Но на самом деле нет. На самом деле нам всем девушкам страшно нравится это название, супер-женщина, страшно хочется быть супер-женщиной, так вот я вам открою секрет, я никогда не хотела быть супер-женщиной. Потому что я вообще считаю, что быть супер-женщиной в глобальном каком-то масштабе, ну это, знаете, быть каким-то роботом. Люди очень злые, многие. И люди не прощают каких-то несовершенств, хотя я не знаю ни одного человека совершенного. Когда-то я открыла свадебное агентство «Идеальная свадьба» и посмела вообще назвать «Идеальная». И вы знаете, не было таких клиентов в моей жизни, которые бы мне где-то упреком маленьким не говорили о том, когда был бантик завязан не так, что у вас же «Идеальная свадьба». И в какой-то момент, когда я начала работать с клиентами, я им сказала, «Ребята, вот название «Идеальная», но я надеюсь, что вы нормальные, адекватные люди, и вы не будете меня тыкать носом во все, потому что я вас сразу предупреждаю, «Идеально не будет». Идеально даже в гробу сложно лежать. И вот сейчас такой происходит момент, я уже надеялась, что эта супер-женщина отгремела, но нет же, естественно, что продолжают эти много людей, и очень разные посылы. Кто-то говорит, я посмотрела на вас в шоу, вы мне очень понравились, я хочу быть такой, как вы. Кто-то говорит, я посмотрела на вас в шоу, вы ужасная, ну таких очень много людей, особенно которые меня не знают. Но есть и такие, которые были на меня подписаны, например, до момента того, когда увидели меня в шоу, и вдруг увидели меня в шоу, и вот-вот вы настоящая. То есть, значит, живу я в Инстаграме, в Ютьюбе и везде, я постоянно не настоящая, а в шоу смонтированном я, естественно, настоящая. Конечно же, в такой, знаете, утрированной всей этой истории, где тебя постоянно достают, накручивают, и где ты тоже иногда хочешь просто сыграть какую-то роль, там ты, значит, настоящий. Но я не берусь, конечно, за все эти вещи утверждать, тут, знаете, всегда нужно разбираться в том, что зритель хочет увидеть. Меня всегда поражает, когда один и тот же фильм, да, получает совершенно разные рецензии, кто-то говорит, идеально, гениально, вы же видели, входили на такие фильмы, а вы сидите так и думаете, ё-моё, или когда мы смотрим фильмы, там, кустурицы, ну кто до чего дорос, и вопрос не в том, что лучше или хуже. У нас у всех свое восприятие жизни, нам всем нравятся разные качества. Для кого-то уверенный мужик – это прям огонь, а для кого-то нужно такое говнище, которое, знаете, вот эта каша, малаша. Мы видим одних и тех же людей совершенно разными. О чем мы вообще говорим? Мы даже цвета с вами воспринимаем по-разному. Но вот эта супер-женщина – это, конечно, отврат. Вот я никогда не хочу быть супер-женщиной. Это такое клеймище, за которое ты должен постоянно отчитываться и постоянно говорить. Так вот, запомните, я не супер-бизнесмен, я не супер-мать, я не супер-женщина, я не супер-водила, я вообще не супер. Я просто Оля Ермилова, и пора с этим смириться. И буквально вчера или позавчера, я не помню, на карантине, это же видео будет смотреться 150 тысяч лет, поэтому вчера будет, это когда-нибудь потом. Этим, кстати, очень хороший YouTube, что 150 тысяч лет, смотрим видео. Я думала о том, что мне такого интересного можно сделать. И ко мне в руки, сейчас если я найду, уже сама себя боюсь, значит, попала моя книжка «Зажигалка». Лежала на тумбочке, я начала ее читать, знаете, открыла и поняла, что, блин, интересно. И я вдруг подумала о том, что, а почему бы мне эту книгу не устроить живые чтения. Сейчас популярны аудиокниги, которые записывают автора своим голосом, а я подумала о том, а чего бы мне их не сделать чтения в Инстаграме. Тогда, когда я открываю книгу, читаю главу, мало того, я дополняю какие-то вещи, зритель может мне задать вопросы, Оля, а что вы имели в виду вот здесь, а про что вот здесь, а вот эта ситуация мне не совсем понятна, а объясните, почему было так. И я это все дело дорассказываю, допоказываю, и мне кажется, это очень круто. Во-первых, сразу видно, что брыхни там нема. Во-вторых, ну это вообще что-нибудь новенькое такое. Ну и в-третьих, те люди, которым все-таки я импонирую, спасибо вам большое, я думаю, что этот опыт будет интересен, полезен, и наше общение будет круче. Поэтому вот анонсирую вам такую историю, если вы не подписаны на меня в Инстаграм, пожалуйста, подписывайтесь. Не исключаю вариантов, что буду выкладывать что-то в Ютубчик. Посмотрим, пока не могу ничего точно сказать, но это будет классно, и это будет интересно. Я более чем уверена. Ну и под конец все-таки, да, вот этого главного. Переставайте вешать клише на других людей. Переставайте ждать, что люди должны соответствовать каким-то вашим нормам. Перед тем, как сказать, что кто-то плохая мать, или плохая хозяйка, или плохой кто-то, подумайте над тем, насколько вы хороши. В рамках шоу мы не могли друг друга хвалить, и не могли говорить друг дружке, по большому счету, что, блин, ну ты знаешь, я бы не хотела быть на твоем месте. У тебя тоже непростая история, не потому что у тебя хуже, потому что у каждого из нас есть своя ноша, и быть домохозяйкой не менее сложно, чем быть в бизнесе. И говорить о том, что я в этом лучше, а я в этом лучше. Да бог нам судья, ребята, кто нам там лучше, и кто нам там хуже. Мы иногда люди, забавляемся такими тупостями, но мне кажется, что нам скучно, когда мы начинаем вешать ярлычки, кто хуже, кто лучше. Всегда, я буду продолжать говорить вам это всегда, всегда фокусируйтесь на себе. Вы самое интересное ископаемое в этой жизни, у себя. Изучайте себя, старайтесь раскрыть себя, найти свои таланты, найти, в чем вы хороши, найти, от чего вам хорошо, даже не только вы хороши, но от чего вам хорошо. Это и есть самое сложное и самое интересное. А вешать на кого-то, кто что думал, ну вот верите, мне не очень интересно знать, что там, кто бы мне думал. Повторюсь, я, как и любой нормальный человек, который развивается через прирост аудитории, использует разные варианты для того, чтобы эта аудитория его увидела, услышала и узнала. И я весьма довольна тем притоком, который пришел после шоу «Супер Женщина», не шлаковых вот этих баб грязных, с которыми вообще мне как бы неинтересно, пусть растут и развиваются без меня, а нормальных девчонок, которые увидели, поняли для себя, что, блин, можно, здорово, это же классно, что вы притянулись. Поэтому еще раз вам всем приветики, буду ждать ваших комментов внизу. Я люблю страшно всегда наблюдать за новеньким притоком, стареньких тоже люблю. И жду вас на своих чтениях в Инстаграме в 7 часов вечера в прямых эфирах. У нас тут глав много, обещаю, что будет, ну, прям совсем интересно. Все, всем хорошего дня!